Как рассказал руководитель клуба «Богатырь» и вице-президент Федерации тяжелой атлетики Московской области Алексей Корытько, впереди у спортсменов три очень важных мероприятия. Дети 10-15 лет у нас готовятся в город Чехов на спортивной базе. Будет всероссийский турнир памяти олимпийского чемпиона. Там приезжает очень много народу, всем детям нравится. Сейчас вот дети подготовкой идут. Средний возраст у нас до 17 лет будет первенство России в Старом Осколе. Также это будет ответственный старт, отбор на первенство Европы. А мастера спорта поедут на Кубок России, который пройдет с 3 по 10 февраля в Орле. Стоит отметить, что на этих соревнованиях просматривают кандидатов в сборную страны. Также они станут отборочными для апрельского чемпионата Европы. Я думаю попасть в тройку в призовые места. С места. Зачеты обязательно дать. 16-летний Александр Кашин занимается тяжелой атлетикой два с половиной года. В ближайшее время спортсмен отправится на первенство России. Довольно часто я выступаю. Тренируюсь я уже где-то два с половиной года. Много раз выступал на Московской области. И это будет второй раз на первенство России. А в прошлый раз я выступал в прошлом году в ноябре до 18 лет. Не отстают и совсем юные спортсмены. Арсений Бартышев и Роман Рубан поедут в Чехов на всероссийский турнир. Это будут их первые соревнования. Буду стараться поднять место. И надо поднять не очень много килограмм. Мне нравится еще. Подготавливаюсь. То есть занимаюсь физкультурой и подготавливаюсь, например, к ГТО и спортивным всяким состязаниям. Сейчас тяжелоатлеты активно тренируются, чтобы быть в форме к ответственным спортивным мероприятиям. Мы воспользовались тем, что были праздники у нас, каникулы у всех. Мы занимались две тренировки в день даже. Утренние в 9 утра и в обед, после обеда 3 часа. То есть полноценно воспользовались праздниками для подготовки. На зимних каникулах мы не отдыхали. Мы упорно тренировались, чтобы показать достойный результат на соревнованиях. Исправляем свои ошибки, чтобы не проецировать их на помосте. Выпруженный металчок бывает. Вперед немного хожу. И ровняю штангу поэтому. В копилке спортивного клуба «Богатырь» уже немало наград. И надеемся, что и на предстоящих соревнованиях видновские тяжелоатлеты выступят с отличными результатами. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.